всем привет понедельник утро на улице минус 7 и вчера я не смогла закончить даже видео потому что вечером позвонила мама сказала что тише больше нет она плакала я тоже расплакалась даже не смогли разговаривать она в двух словах мне сказала как это все было что тише пришел к ней как будто уже прощаться полежал там с ней походил под диваном полежал и потом пошел он в туалет он последнее время перед смертью стал засыпать в своем горшке в котором он ходит в туалет то есть шел в туалет и там стоит горшок и он в нем спал и мне кажется он просто боялся что он может где-нибудь сходить в туалет и поэтому далеко не отходил от туалета чтобы нигде ничего не сделать такого что он переживает он до последнего дня не гадил то есть котик очень умненький жалко его ужасно сегодня уже полегче вчера конечно плакала весь вечер но сейчас уже стрелы заворачиваются 1 накрашенная на работу надо как-то все у них ныгать многие знают что у меня есть канал елена и зверята и на этом канале мне часто пишут у меня там умер хомячок или у меня там умерла кошечка потому что животные умирают и деткам хочется с кем-то поделиться и я на это всегда отвечаю что не надо расстраиваться питомец находится в зверином раю он сейчас на радуге и мягких ему облачков ему хорошо он со своими друзьями так и наш тишенька сейчас находится в зверином раю так что тишенька хорошие тебе веселые радуги играйся как котёточек мягких тебе облачков все слезы все равно катятся поехала на работу надо успокаиваться тем более сегодня и горя на день рождения надо поздравить как говорится свои проблемы домашние оставляйте дома на работу езжайте как на работу поэтому прекращаю хныкать выключаю камеру поехала сейчас во дворе увидела и вспомнила когда вчера заходил сосед прапорщик он из лебедянин вернее мурманский сейчас живет лебедянин у него там мама уже про него как-то говорила жена живет здесь мурманске и наверное многие видят как лобовое стекло закрывают летом всякими этом либо тряпками либо солнцезащитными такими покрытиями но это летом он же чем придумал он лобовое стекло на зиму тоже закрывает тряпкой то есть он приехал закрывает эта тряпка лобовое стекло и захлапывает концы дверью машины то есть пассажирская дверью и водительская дверью и получается так что утром он говорит встаю снимаю тряпку нет наледи у меня допустим да не у меня у всех налить на стекле то есть отмораживаешь крёбая все это снимаешь он якобы сел и поехал ну короче вот такой у нас хитрый прапорщик не знаю насколько это помогает я думаю если бы это не помогало он бы этого не делал и возвращаясь к разговору еще одишь и забыла сказать папа вчера поехал его хоронить когда мама мне звонила куда поехал чего и как я не знаю я вообще не представляю как можно сейчас земля такая вся замороженная как он его хранил конечно потом расскажет как он эту землю надо долбать копать я я вообще не на работе привезла сюда куртку которая у нас не носится предложу ребятам пусть забирает она конечно не новая но она такая теплая хорошая может и на работе потаскать можно и так тем более у горяжки много братьев я уже по-моему говорила или писала кому-то в комментариях уже не помню что игорь у нас сейчас сирота у него сначала умерла мама потом умерла бабушка через какое-то ближнее время и он остался один но у него много братьев это дело пригодится ли у него родные есть братья двоюродные горяжке сегодня 30 лет я приготовила часики это без разряды бижутерии но из моего отдела просто чисто символически думаю приятно получить хоть какой-то подарок день рождения когда тем более этот подарок не ожидаешь а это вот я вчера как уходила вязала черепашку как просила все так и все сейчас приберусь потому что мы воскресенье закрываемся просто быстро вот отпускаем отпускаем потом водители заставки возвращаются директора командуют закрываемся я бегом бегом кассу свожу создаю и убегаю короче порядок довести плане когда обычно оставляется все на утро пришли мальчишки думаю горяжка горяжки еще нету Воля пришла поздравлять пока некого взяла лоточек еще травы посадить на работе сажала да ну ладно очередной понедельник опять мы без света в темноте даже вот окна не просвечиваются капец кофе хоть горячий успела нагреть доброе утро да да что же это такое я не знаю какой-то второй понедельник и на улице даже ребята от фонари потухли что они делают вы воды себе хоть закипятили я закипятила я пришел думал свечку и взять а где-то была миханка я там порядок наводила старые свечи давайте просвечу и она со свечкой чечкой фонари быстро у нас тут посадятся гляньте какая красота какая красота вот это рабочий день вот это вот свечка вот это вот там я да сейчас хорошо весело потом работать а кто будет в эту работу что сейчас мы сидим за нас надо будет нам же и работать ку-ку 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 да утром плакала днем потом смеюсь горячку я поздравила кстати подарок еще не отдала сказала что подарок лежит и его ждет я уже нашла вторые носки закуталась пледом и я сижу в теплой кофте как крути а мне еще кажется третье носки стеклое если есть желание у меня еще вода горячая есть шанс попить горячего есть шанс еще а кружку найти в тебе фон а вот кружка есть кстати они свою воду уже выпили у меня осталось могу посвятить да с Чубайсом свяжусь кто у вас Чубайс? А Кириенко что бы нам атомную электростанцию поставили здесь а ты что пришел на работу у тебя тоже отбой или все это нет? у нас еще закрыто все я не знаю ну по любому особенно все я на троллейбус сел херак у бассейна встал ты поперестаживаешься и думаешь что дальше не поедут троллейбус езжу зашибенно хорошо что я не заплатил за проезд а те кто заплатил еще ну как им вернут деньги никак совершенно не вернется а сколько сейчас проезд стоит? двадцать двадцать восемь ну сука нужно ура только слой лошадь замерзнет и светали печечки кофта и вторые носки наши еще теплые шапула я не знаю они костер разводили кстати у Каспера сегодня день рождения тридцать лет так что то свечку надо далеко убирать не надо классная такая ну я ищу пока она из чего здесь что ну из чего делали копилки гипс да и сверху вот не утратил держи знаете что она запишет куртка не нужна никому кто нибудь по мере это Андрюхина просто он себе купил новую она Андреевья не сильно там большой она просто такая он так повыше ну он повыше меня пошире короче находи хозяина забирать и еще это самое у вас кот ест жидкий корм в пачечках а какой хороший шеба шеба да у меня кот умер у родителей я его покупаю постоянно корм и у меня остался я принесу там смотри вон там у товарища короче две кошки у меня то есть у нас есть корм только перфект и именно а Валера две кошки едят все Валерий принести я завтра если не забуду Валерий принесут он мне пачек 8 наверное вот вы знаете сколько это 4 дня экономии он говорит ну да он уже дорогой просто там скидка была и когда скидка покупаешь нет так я тоже выходил покупал перфект он охоп и он по акции в этом оказался 14,90 так он все 25 рублей перфект я уже говорила что мне заказали связать маленькую черепашку ну гляньте какую я схему выбрала короче начала вязать не по той схеме черепашку и вяжу сейчас маленькую черепашку это супер маленькая черепашка короче закончила эту пускай будет а уже потом свяжу которая на заказ уже будет побольше у меня и сейчас конец рабочего дня осталось 25 минуток и я потихоньку вяжу уже скоро будем собираться я уже дома и каковы мои планы сейчас это мясо которое я покупала свинину уже маринованную я замотаю фольгу я его показывала в прошлом видео замотаю фольгу и запеку в духовочке и как-то уже давненько больше месяца назад я показывала масло которое нам привезли из Вологды мы заказывали покупали 5 килограмм здесь классное масло мы уже второй год его заказываем я его не разрезала у меня так в коробке морозилки стояло потому что у меня было уже масло сейчас я его расчекрыжил на кусочки и уже кусочками заморожу уже кусочками буду доставать у меня уже закончилось мое маслица что еще позвонила папе спросила я его как он вчера похоронил Тишу потому что я думала земля вообще ужасно промертла на улице холодно сейчас минус 4 утром было минус 7 и по ночам вообще мороз он сказал что нормально все ломиком лопатой раскопал землю поехал там где гаражи у него и говорит земля нормально поддается ну как нормально она замороженная конечно но поддается даже под снегом травка виднеется ну снег выполнен так давно поэтому еще что-то там живое под снегом есть поэтому все похоронил теперь только он знает где мы уже точно не найдем как папа найдет мягких облачков тебе Тишенька прыгай на лапках мы будем тебя помнить и еще муж у меня мог погибнуть смертью храбрых но ему круто повезло на него нападает роботун посмотрите что он сделал он постирал в стиральной машинке вот эту мою пухнастую кофту на первый взгляд она у меня не села причем повесил ее на прищепке не на плечике находясь в отпуске этот роботун его одолевает в основном по утрам короче говоря вот так вот видите что творит получит у меня конечно чтобы мои вещи не трогал специально положила бочку в емкость для стирки где все мы храним для стирки думаю постирай руками замочу в тазике сейчас Коля решил по-своему однажды он кстати еще давно постирал мое платье такое классное платье или кофта нет врубу это была кофта это была кофта свитерок мама вязала с Махера с Махера постирал в стиральной машинке и этот свитерок стал просто на ребенка я его так любила но там бесполезно было что-то делать что-то тянуть не знаю куда по-моему отдала маме она ли распустила это сейчас мама болеет раньше она вязала хорошо ну все сейчас буду снимать или мочить заново пшикать развешивать короче вот такие вот у меня помощники в доме есть а я распаковала масло на камеру наверное не видно но цвет такой классный прямо тут настоящего масла да оно и так вкусное и уже оно нормально подтаяло сейчас его чик-чирик и все будет окей и вот сколько порционных кусочков у меня получилось мне кажется хватит нам этого на целый год потому что масло мы так сильно не расходуем в том году вот мы брали у нас вот недавно даже закончилась больше чем на год хватило я приготовила корм тишин который я покупала тишин отнесу на работу там есть кошки у ребят заберут я уже спрашивала возьмут этот корм корм хороший а у меня проснулась шушка я собиралась смонтировать вчерашнее видео пришлось взять ноутбук взять шиншиллу и выйти с ней в коридор погулять вернее гулять будет она видите как умывается а Лена будет заниматься делом кто тебя там испачкал Лена на руки взяла сразу замазала на руки у меня чистые вообще-то вот так мы свои уши моем вот такие мы цистули у них лапки как у человека руки как у человека руки тык-тык все погнала ладно буду монтировать видео пусть она носится вы думаете что уж встает мне монтировать смонтировала минуты две и она начала по мне теперь лазить это ее любимое занятие лазить по хозяйке такая противная бандитка такая ничего мне не дает делать такая сенсила нехолосая или холосая но бандитская ой акробатина иди ты мне не мешаешь иди погуляй иди я сказала он не хочет иди курица на насесть все полезла по мне вот она вот она как любит на плечо на голову это ее любимая фишка еще на камеру любит на липусу вот такая мы вот такая вот вот это о чем я говорила на канале Елена Зверята все уже это видели много-много раз кто не видел с этого канала так теперь она любит на камеру залезть а я не пускаю все газуть газуть не мешай мне ну и мысай и вот такое мясце у нас получилось у нас у меня пускай остывает я его уберу потом и пробовать сегодня не буду есть уже не хочу не люблю когда сытая что-то пробовать попробую завтра возьму на работу я сейчас звонил мужа сын я уже говорила что у него двое детей у меня и его сын он среди наших троих получается средний он вернулся из отпуска они отдыхали с девушкой со своей живет он не с нами живет он у тети но пока мы жилищный вопрос сейчас этот решаем как у нас что дальше будет сказал сейчас зайдет сказал отдохнул хорошо загорел короче говоря они ездили за границу жду его он сейчас должен зайти снимать я его не буду и он даже наверное не знает двое знают про канал и он знает или не знает короче снимать я его не буду на этом я хочу попрощаться с вами если вам понравилось то ставьте лайки и конечно же подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы всегда быть в курсе всех событий а я вас всех люблю всем пока и до новых видео